Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие братья и сёстры. Хочу сделать комментарий следующему хадису пророка, саллаллаху алейхи ва саляма, в котором, который приводит Ибн Маджа, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саляма, говорит «Идя канан нисфу мин ша'бана фаля сау ма хатта яджи арамадану». Когда наступает середина месяца ша'бан, нет постов до наступления месяца рамадан. То есть после того, как завершилась середина месяца ша'бан, начинать посты запрещено. За исключением тех людей, у которых есть привычка поститься еженедельно, по недельникам, четвергам, например, поститься ежемесячно, в начало и середину каждого месяца. То есть если у мусульманина есть такая привычка соблюдения ежемесячных постов, еженедельных постов, а также если он хотя бы день-два до середины ша'бана начинает посты, этому человеку продолжать поститься до конца ша'бана, до наступления месяца рамадан. Ша'бан разрешено, можно, желательно. Но человеку, который начинает, после того, как он услышал награды за посты Ас-Сунни пророка, саллиллаху алейхи васаляма, поститься в месяц ша'бан, и он с 16-го числа намерен начинать поститься, то этому человеку запрещено поститься. А также могут, конечно, поститься те люди, у которых остались какие-то задолженности из постов прошлого года рамадана, такие как кормящие матери, матери беременные, больные и так далее, посты, которые по тем или иным причинам не имели возможности, были вынуждены пропустить числа из прошлого рамадана, они обязаны возместить эти посты, если, естественно, позволяет им здоровье, физическое состояние, возместить эти посты до наступления этого рамадана. Данный хадис, данный запрет поста в месяце ша'бан не распространяется, естественно, на этих людей, ибо они возмещают обязательные посты.